Друзья, всех приветствую на торговой сессии среды. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш youtube канал Amarket, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и конечно же не забывайте ставить лайки. Также напоминаю, что в описании к этому ролику вы всегда можете найти ссылку на наш официальный telegram канал Amarket с торговыми идеями, в котором каждый день, включая выходные, мы постим дополнительный аналитический контент вам в помощь в принятии торговых решений. Ну что ж, сегодня мы будем анализировать данные по инфляции, которые вышли накануне. Это американская статистика и, по сути, статистика, которая будет влиять на будущее решение американского регулятора по ключевой процентной ставке. И заранее, ну может быть, даже кто-то из вас уже копал глубже, старался самостоятельно разобраться, что же дальше. Заранее могу сказать то, что вчерашняя статистика это исключительно хороший фундаментальный фон для тех, кто верит в локальное укрепление позиций американской валюты. Если вы следите за моим аналитическим творчеством какой-то период времени, вы знаете, что я сторонник идеи того, что американская валюта явно достойна того, чтобы сейчас торговаться на более высоких ценовых значениях. Но все время доллару были нужны какие-то фундаментальные драйверы, катализаторы, которыми можно было бы оправдать наличие вот этого бычьего потенциала. Сейчас этим драйвером, конечно же, выступают данные по инфляции. Индекс доллара пока что не развил того роста, который мог бы показать после вчерашних отчетов. Но я думаю, что речь идет лишь о временном лаге. Через пару дней все-таки трейдеры, инвесторы, да и спекулянты тоже дополнительно, и еще раз проанализировав эти данные, придут к выводу, что американские регуляторы, ведь на фоне такой статистики, будет не просто повышать ключевую процентную ставку США, но и, скорее всего, точно доведет ее до 5,5%, а потенциально даже выше. Что у нас по статистике? По факту, друзья, вчерашний отчет по инфляции показал то, что январьские цифры по индексу потребительских цен оказались не настолько низкими, как ожидали эксперты. Фактически, базовая инфляция снизилась с 5,7% до 5,6%. Основной индекс потребительских цен, который учитывает продовольственные товары и цены на энергоносители, скорректировался тоже до 0,1% с 6,5% до 6,4%. Но если мы вспомним, какие оценки и прогнозы были до выхода отчета, то, конечно же, снижение показателей на 0,1% — это, можно сказать, сохранение показателей на тех же самых значениях. Причем, месячная динамика оправдала ожидания тех, кто рассчитывал на серьезный рост. Базовая инфляция в месячном выражении выросла на 0,4%, основная инфляция — на 0,5%. И, как минимум, сохранение таких темпов роста в месячном эквиваленте, безусловно, отразится на годовом показателе в последующие месяцы. И это означает, друзья, что ничего ровным счетом не стоит того, чтобы статистика, например, в феврале-марте вышла на траекторию роста по инфляции. И мы бы уже увидели данные в годовой оценке со знаком «плюс». Если это произойдет, то индекс доллара станет вновь самым динамично растущим финансовым инструментом. Но заранее, учитывая то, что замедление темпов, ну, нужно сказать, замедлилась, тавтология, да, понимаю, но суть эта фраза передает. Подстегивает ожидание того, что американский регулятор все же был прав, который, когда некоторое время назад, буквально вот две недели назад, когда прошло последнее заседание, сделал заявление конкретно о том, что инфляция все еще представляет серьезную угрозу для экономики в целом. И американский регулятор, несмотря на то, что фиксирует начало дезинфляционного процесса, все же не считает то снижение, которое было устойчивым. И допускает, что инфляция снова может перейти к тенденции роста. Статистика, которая вышла вчера, доказывает, что такой сценарий вполне возможен. При этом нам не нужно сейчас дополнительно визуализировать со своей стороны, нам нужно просто признать тот факт, что при текущей ценовой конъюнтуре, я имею в виду, если анализировать цены на товары длительного пользования, если следить за динамикой рынка труда, темпами роста заработных плат, этого будет достаточно, чтобы, естественно, таким образом разгонять инфляцию и провоцировать, чтобы американская экономика еще на определенный период времени задержалась в так называемой инфляционной ловушке. Выход из которой возможен только в том случае, если американский регулятор будет и дальше проводить жесткую монетарную политику. По данным инструментов AdWatch, друзья, вероятность повышения процентной ставки на ближайших трех заседаниях, это не оговорка, составляет 80%. Трейдеры после вчерашнего релиза по инфляции ждут, что в марте, в мае и в июне ставка будет в совокупности повышена еще на 75 базисных пунктов. Поэтому даже по самым скромным оценкам, предварительным ожиданиям, ключевая ставка американского регулятора уже достигнет 5,5%. Это очень сильно разнится буквально с тем видением, которое было на рынке чуть больше месяца назад, когда в качестве предельного уровня повышения ключевой процентной ставки практически все называли значение 5%. Но ситуация меняется, мы должны адаптироваться к ней. И в данном случае это даже хорошо, что она изменилась. Теперь она точно больше располагает к покупкам американской валюты. Следующая цель по индексу доллара 105 пунктов. Золото 1847. Мы сделали ближайшую цель 1850. Я предлагаю на этом не останавливаться. Учитывая буст и потенциал, который есть для укрепления доллара, золото в ближайшей торговой сессии может протестировать отметку 1830-1820 долларов за тройскую унцию. А если вы склонны периодически мыслить амбициозно, то я предлагаю в текущих условиях замахнуться на тест поддержки 1800 долларов за унцию. Доллар-канализ, друзья, пока без изменений. Наша цель 1.32 по-прежнему актуальна. Британская валюта против доллара 1.2154. Я сторонник того, что фунт будет дальше снижаться. Причем здесь, безусловно, львиная часть аргументации этой точки зрения того, что доллар будет яснить позиции фунта. Ну и, конечно же, еще и слабый фундаментальный фунт, который мы продолжаем анализировать. Последняя оценка Bloomberg гласит, что работодатели Англии в этом году вынуждены повысить заработные платы для работников в среднем на 5%. Это будет самый максимальный прирост за год за все время наблюдения за статистикой. Повышение зарплат в Англии сейчас смерть и подобно, потому что рост зарплат усугубит ситуацию с инфляцией. Кстати говоря, сегодня в 7.00 по GMT выйдут январьские данные по инфляции. Согласно прогнозам, индекс потребительских цен в годовом поражении останется выше 10%. Вы только представьте, что если будут также динамично расти заработные платы, то инфляция уже к середине или ближе к концу этого года может превысить 15%. Рост инфляции заставит британский регулятор тоже повышать процентные ставки. Еще больше ухудшит картину о строительном секторе, это кризис недвижимости, о котором я неоднократно говорил, падение потребительской активности, инвестиционного спроса и еще больше затухания британской экономики. Пока что идея только лишь оффшорт. Доллар иена 133.05. Здесь я приоритет отдаю не американскому доллару, а все-таки японской иене. Это два инструмента, которые относятся к категории защитных, и им трудно сейчас конкурировать между собой. Но американский регулятор, нам его действия известны. Мы знаем, что он повышал ставки, будет дальше их повышать. Но куда интереснее фон потенциальных изменений в японском регуляторе, где может произойти радикальная смена монетарной политики с мягкого режима, который продолжается десятки лет, на жесткий. И именно увод ключевой процентной ставки на положительную территорию – это уже серьезный сигнал, который говорит о том, что японская иена будет действительно долгосрочным лидером на рынке Форекс в плане укрепления своих позиций. Я надеюсь, что после смены руководства 8 апреля, когда к власти придет Уэда, его кандидатура уже согласована. Первым решением, которое он примет, будет отказ от границ допустимого коридора доходности для национальных облигаций, потом уже повышение ключевой процентной ставки. То, что политику нужно ужесточать, точнее, нужно бороться с инфляцией, это очевидно. Даже последний отчет по ОВП, 4 квартал 2022 года, показал, что экономика выросла всего лишь на 0,6%, против прогноза 2%. Высокая инфляция уже давит на экономику, и я не знаю, какие еще нужны сигналы японскому регулятору. Ждем, друзья, снижение пары снова ниже 130 и тест еще более глубоких уровней. И рынок нефти пока что без изменений, 85 долларов за баррель. Тенденция к росту и идее того, что бренд может обновить локальный максимум, все еще актуальна. ОПЕК накануне повысили прогноз спроса на нефть на этот год на 2,32 миллиона баррель. Это на 100 тысяч баррелей выше, чем прошлая оценка, которая была обозначена чуть больше месяца назад. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока!